Музыка Продукцию из Мариэла ценили на вкус на высоком уровне. Яйца цесарки, деликатесный продукт, уже хорошо известный жителям республики, удостоен высшей награды. Гран-при одной из крупнейших в России агропромышленных выставок Агрорусь-2013. Цесарки – это не только пусть небольшое, но полезное яйцо, но и ценное деликатесное мясо. Давно домашненных представителей Северо-Африки птиц вот уже несколько десятилетий разводят в Мариэл. Селекцией на базе птичников «Зао Марийское» занимаются ученые из Марийского государственного университета. Одним из приоритетных направлений университета, несомненно, является сельскохозяйственное направление. И из нашего внимания никак не могла выпасть такая крупная выставка, как Агрорусь, где собираются крупнейшие организации. Это и предприятия сельскохозяйственного профиля, это и вузы подведомственные как Министерству сельского хозяйства, так и Министерству образования. И, конечно же, участие наше в этом мероприятии не остается незамеченным. И мы в очередной раз подтвердили свою квалификацию золотыми медалями. К слову, выставка «Агрорусь-2013» – вторая по значимости выставка в сельском хозяйстве России. И одна из многих, в которых участвуют ученые классического университета. В этом году селекционеры из Марьелл были представлены в трех номинациях. Волжские белые аутосексные цицарки, голубые цицарки, как пример специально созданного фенотипа, и яйцо цицариное – пищевое. Во всех трех номинациях наши стали лучшими. Притом яйцо цицариное – пищевое получило высшую награду выставки – гран-при. Очень радует, что Маргут чемпиона совместно с реальным сектом, с реальным производителем, с ЗАО «Марийскими». Это настоящий пример взаимодействия науки и реального сектора, когда в реальном секторе, в одном из лучших предприятий Республики Марьелл ЗАО «Марийская» содержится птица, а ученые Марийского государственного университета работают над ее улучшением, ее характеристик, качеством. И все это делается во благо жителей Республики Марьелл и России в целом. Так чем же привлекательно с одной стороны и нерентабельно с другой разведение цицарок? Дело в том, что цицарки позже начинают нести яйца и дольше набирают вес, при котором обычно их отравляют на убой. Поэтому считается, что даже более высокие цены на деликатесное мясо и яйца не компенсируют затрат на корм. Поэтому цицарки к курам далеко не конкуренты, однако свою нишу на рынке имеют. Дело в том, что за пять лет участия Марийского государственного университета и ЗАО «Марийская» в этих выставках в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, произошел всплеск интереса как к цицарководству, так и к цицариному пищевому яйцу. Постоянно бабушки, люди зрелого возраста подходили и спрашивали, а где у вас есть точки для продажи цицариного яйца. Потому что на собственном опыте они убедились, и вот благодаря буклетам, которые мы раздавали, в полезности этого продукта. В общем, как видим, в этом компоненте жители Марийского имеют огромные преимущества перед питерсами. Пусть небольшое, но полезное яйцо, а также ценное деликатесное мясо цицарок можно найти в наших магазинах. Что же касается ученых биохима, которые на этом собак усили, то приоритеты в их работе сегодня – повышение продуктивности птицы и сокращение затрат на их содержание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова